дневник за 10 марта двадцать третьего года вот у нас на сип чате переделывают все еще плакаты советским там много переделаны такая понравилась но имеется ввиду что до цель капитализма всегда одна и кончается все войной ну в общем мы сейчас это тоже все видим по рекомендации слушателей нашего канала читаю книжку мятеж реформаторов о 1825 году скоро декабристы будут тут по обзору марте уже должно быть концу марта поэтому читаю историографию гордина не читал еще эту книжку но там много подробностей он расписывает полностью как там все обстояло там вот этот весь кризис начался про константина и николая анализируют фрагменты вот из анализа говорит тут почему все-таки за константина то они пошли во первых они его не знали этого константина то что николай мудила они знали прям доподлинно наблюдая постоянно николая который там на них орал постоянно в этих полках константин виду еще был же в польше в польше была конституция вот это служил основанием для того что может быть он ведет конституцию россии на там лучше было положение простых солдат поэтому когда солдат мотивировали за константина они пошли жалование было выше там восемь лет служили и так далее это что касается настроение солдата ну и рядовых декабристов что касается вот самих декабристов тот же батенков говорит что как они воспринимали ситуацию кстати вот да по поводу народности то всякой национальности они воспринимали так ситуацию что правят немцы у славян нет никаких возможностей придет к власти этот самый николай 1 опять немцев поставят везде константин то в принципе тоже немец этот романов но он хотя бы замужем за полячки то есть они хотя бы надеялись что то что поляки таскать при константине тут будут туда это лучше все-таки они их лучше понимали вот эти русские офицеры чем этих немцев которых задолбали за последние сто лет доминирования немцев россии вот такие допустим националистические соображения высказывал декабрист батеньков вполне то есть помимо вот этих либеральных и прочих конечно идей которые безусловно них были во всех проектах у них были вот и чисто прагматические взаиме нота двинуть лозунг за константина в 1825 году но в общем если что-то еще там нестандартные этой книжке про декабристов будет я приведу просто эта информация нестандартная да потому что всегда воспринимали как революционеров вот этот фактор константина замалчивали он был все-таки и на низовом и на центральном уровне досмотрел я маркова теории эволюции там довольно содержательно ну такой какие интересности просто вырезаю вот допустим мир через 50 миллионов лет как будет выглядеть африка на всех наедет среднее это все погибнет средиземное море по всей видимости и черное тоже вот а политиканы через 50 миллионов лет так и будут продолжать делить границы уже на изменившихся континентах я так понимаю вот еще информация интересная в 2016 году идут опыты по искусственного фотосинтеза насколько я понимаю добились чтобы бактерия приобретала способность к фотосинтезу с помощью наночастиц ну если вот этим мы овладеем то это здорово потому что это непосредственное получение энергии от солнца это решит многие проблемы человечества какие-то уже вот уже подбираемся вообще-то растение не занимаются никакой там гидроэнергетика и так далее получают энергию от солнца через фотосинтез и прекрасно себя чувствует если бы нам еще людей сделать растениями вообще было бы здорово если бы путем этих всех технологий они вполне реально они сейчас довольно бурно развиваются а вот добиться чтобы вообще не магазин не ходить а вот просто вот руки на солнце поставишь и сытый вообще-то растение вот так и живут тогда бы еще и продовольственные многие другие проблемы решили ну вот еще из нестандартного вот нет этой постепенной эволюции я вот уже ламарка рассказывал буду и дарвинизм рассказывать девятнадцатом веке они все исходили из того что идет она медленно и примерно вот так вот по прямой но вот еще одно таскать опровержение даже размеры живых существ они увеличиваются скачками но по всей видимости основной тот фактор это накопление как эта концентрация кислорода в атмосфере ну вот подарок на марку они медленно приспосабливаются поэтому это было бы линии по классической теории эволюции а тут вот так вот все равно скачками ну и все прочее тоже скачками внезапное появление там множество видов или множество типов в кембрии и все такое прочее уже тут много таких скачков описывал почему появились многоклеточные тоже никаких оснований в месте снова отборе нет ну по мере вот изложения эволюции буду к этому возвращаться то есть это все еще говорит о том что теория эволюции все-таки не доделан если мы таскать научно к этому подойдем они просто драматически что вот выучили мы школе дарвина и у рада дарвин всегда прав не прав дарвин во многом и скорее всего какие-то новые парадигмы в эволюции конечно двадцать первом веке тоже будут 20 веке парадигмы эволюции интенсивно менялись и шли интенсивнейшие дискуссии вокруг самой идеи скорее всего продолжится досмотрел тоже я вот это все про искусство 17 века кавара караваджисты мне немножко понравились такой модерн внутри барокко вот такой там все измотанное причем изрезанная да причем это на религиозной темы они или вот допустим евангелист пишет на черепе вот барокко такое типичное вроде бы как вот святой давно какой-то старик умирающий пишет прямо топираясь на череп евангелия ну и не религиозная тема на тоже довольно выразительно до шулер в карты обыгрывает вот это за стоит человек и подсказывает на самом деле вот там еще 3 есть тут кажется что два человека но есть 3 который шулеру передает такие карты вот у этого чувака вот этот парень справа это лох которого обыгрывают против него шулер и сбоку еще сообщу читаю американскую книжку про нитше но вот кое-какие они опровергают искать мифы о нитше мне тут понравилось ну во первых нитше не было антисемитом тут у меня схожая позиция почему мне понравилось то есть он просто считает что христианство это секта иудаизма и соответственно критикуют иудаизм просто для него вообще эти не различаются явления католицизм и иудаизм вот это я совершенно так сказать этим согласен и кроме того иудаизм это ужасная сатанинская во своей природе концепции кстати апостол павел это отмечали многие евреи так считают то есть критика иудаизма сама по себе и антисемитизму никак не относится потому что нужно различать евреев как национальность безусловно как национальность они такие же люди как мы да и они имеют даже правы и не даже прям имеют полное право на национальное свое мировидение там национальное государство и так далее но если мы анализируем религию то эта религия принесла огромный вред человечеству она привела к уничтожению античной цивилизации о чем много много написано эта религия безусловно неразумная аморальной критику этой религии можно и нужно вести к никакому антисемитизму критика иудаизма не относятся но об этом я очень много тут потому что я считаю тот в одним из важнейшим злом человечества иудаизм да и все что все секты которые от него произошли включая протестантизм католицизм и так далее об этом я говорил поэтому очень много ну и по поводу нацизма ницше тоже такая диспутабельная такая история ну во первых да собственно нацисты это появилось через 20 лет после ницше поэтому он никак не может быть нацистом их не было более того ницше довольно аполитичен и вообще говоря он негативно относится к немецкому государству он вообще-то говоря такой анархичный не шел не последует на анархистом что он вообще не последовать на такой немножко истероид такой он у нас художник мы тетц но нельзя сказать что он так сказать фашист что он немецкий националист и так далее то что его использовали фашисты они в основном использовали у критику христианство его иррационализм и так далее но это как бы проблема больше фашистов они ничьи ну и в этой книжке совершенно верно отмечается что ницше больше крут не онтологически а психологически он еще философию психологически понимает вот о чем я говорю что он скорее писатель чем философ вообще говоря но он писатель на общей темы ну вот еще фрагменты неплохой о том что ницше воевал против концепции вины и греха и это тоже симпатично мне вниз вообще у нас с ницше сильные проблемы я рационалист ницше и рационалист то есть я вообще считаю что эмоции к таких не существует это просто проявление тела до ницше полностью пытался на эмоциях философии основатель до него наоборот разум это вид эмоции разум это вид страстей вот то есть мы самым главным расходимся но тем не менее получается что он вот так вот интуитивно эмоционально многие вещи чувствуют правильно то есть те вещи которые я понимаю разумом он во многом схватывает чувством и тут мы даже сходимся но по поводу вина то вины то вот чем и плохо то иудаизм все что из него вышло то есть католицизм ислам и так далее иудаизм изначально основан на культе вины я понимаю что это у многих вошло в национальную традицию но вот надо жить как-то развести потому что очень это плохо вот с любыми реальными последователями абрамических религий если говорить то заметно что вот я с ними как-то говорю на равных до пытаясь горизонтальные отношения выстроить потому что я считаю идеальными они меня все время в чем-то обвиняют вот это потому что у них бог такой он их все время в чем-то обвиняет нагружает их чем чем какой-то виною таким грехом и они это проецируют уже на всех остальных вот чувствуется что то сказать я к нему как человеку он ко мне как следователь к подследственному это потому что божество такое и вот тут меньше правильно говорю что грехи это просто фобии и вины вообще никакой не может таскать существовать и поэтому все вот это таскать даже и не концепции не религия просто это эмоция вот так меньше понимает и причем эта эмоция дурна это эмоции обвинения и страха исходит прямо от этих последователей агромических религий но что у них исход и тора же базовый у них текст тора перенасхищена всяческими обвинениями там мечется вот это вот ужасное божество их этот демиург и все время в чем-то обвиняет целыми страницами те виноваты эти виноваты всех покараю но все мы это знаем тем не менее само понятие совести ничего не отвергается но она у него противоположно понятию вины как бы связаны больше самоуважением но об этом еще поговорим ну вот по поводу до страстей и кстати романтизма который сейчас по хроникам идет романтизм да вот ницше как автор такой модернизма скорее он на самом деле не романтик вот как и романтики он не иррационалист он считает что человеком двигают страсти и даже вот он считает что в принципе разум это только форма страсти то есть я считаю что полностью человек эмоций двигателя Sayers только объясняет то что он уже решил эмоционально тем не менее он не любит романтику то есть он считает что романтики они такие мутные они не уверенные и прочее учесться национальном романтизма 30 хотя романтизм тоже рациональ сериалы посмотрел про шаляпина пожалуй лучше из того что смотрел что многие не буду упоминать они скучные но шаляпин тоже довольно скучновато это вот его баба шаляпина хотя определенный там в общем-то реальные какие-то события жизни шаляпина имеются может быть же шаляпина сама по себе видео мне не нравится он такой был всегда успешный успешный певец у него не было каких-то кризисов сильных они пытаются какие-то кризисы личные развести но видно что неестественно в общем смотреть можно но довольно скучно такой мой вердикт по поводу сериала прошу ляпина ну и вот пожалуй все новости ну я про ужасные события продолжающиеся на фронте пожалуй не буду да то есть они в общем то все те же да опять в маргеровке все такое все это невероятно печально просто почему я перестал часто об этом говорить и они повторяются что говорить уже все сказали ждем каких-то радикальных изменений если они вообще будут